Условно все льготы на оплату коммунальных услуг можно разделить на три категории. Первая – это льготы для граждан с низким доходом. Вторая – льготы на оплату взносов в фонд капитального ремонта. И третья – субсидии на оплату содержания жилья и текущего ремонта. Первая часть – это льготы, которые предоставляются по оплате коммунальных услуг семьям с низким доходом, для которых расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг составляют более 22%. В данном случае льгота предоставляется в размере 50% от стоимости услуг. Также льготы предоставляются отдельным категориям граждан. Это такие, как участники ветераны Великой Отечественной войны, одинокопроживающие пенсионеры или семьи пенсионеров старше 80 лет. Второй вид льгот – это льготы по капитальному ремонту. Предоставляются они одинокопроживающим пенсионерам. Идет разделение пенсионеры, одинокопроживающие, возрастом старше 70 лет, имеют право на получение льготы в размере 50% от платежей за капитальный ремонт. И одинокопроживающие пенсионеры старше 80 лет имеют право получать льготу в 100% размере. И третья категория льгот – это субсидии, компенсация за содержание и текущий ремонт жилых помещений для людей, которые проживают на квартирных домах, признанных непригодными для проживания или аварийными. В данном случае собственникам таких помещений в этих домах предоставляется льгота в размере 100% от стоимости услуг по содержанию и ремонту. Но они в данном случае полностью должны оплачивать предоставляемые коммунальные услуги, то есть это отопление, электрогазоснабжение, водоснабжение. Льготы и субсидии оформляют в территориальных подразделениях Министерства социального развития. Потребуются документы, подтверждающие право на предоставление льгот, паспорт, документы, которые подтверждают, что вы проживаете в жилом помещении, и квитанции об оплате коммунальных услуг.